Добрый день, Игорь Васильевич. Прошу вас прокомментировать ход игры, результаты. Ну, вернее, это такое, что мы провели неплохой матч именно потому, что ребята играли, то есть не боялись играть, даже держали мяч на своей половине поле, хотя, довольно-таки, активно, не на нас, не приземливая его. Это мне понравилось, то, что ребята не боялись играть, да, были ошибки, без них никуда не деться, тем более, еще нет такого опыта у нас команда. Но, что касается непосредственной игры, я думаю, она закончилась после того, как Костя Зубарев не вызывал выход 1-1. То есть счет был 2-4, я думаю, что Забей и Костя, я... 3-2, 3-3, 2-3, 2-3, 4-3, 4-3. То есть, если бы мы, если бы этот момент мы реализовали, я не скажу, что, ну, по крайней мере, способка была более интересной, как мне нравится. Вот так, не надо скидать. Дорогий Петрович, прошу вас прокомментировать. Ну да, игра непростая получилась. Как мы ни пытались настроить, что тяжело будет, все равно будет тяжело, с любой командой надо играть. Ну, наша молодежь, в первую очередь, опытные игроки, они хорошего бы проявили, в принципе. Вот пока у нас не получается, чтобы молодежь поняла, что проходных игр не бывает, что соперник, любой соперник, он настраивается. Киров очень хорошо организованы были, хорошо оборонялись, хорошо протоковали. И там именно моменты были, когда мы вот именно недоценка соперников, вот мое мнение. Ну и, честно говоря, немножко молодежь, а все-таки вот эти игроки, которые были в составе молодежной сборной страны, они не очень в хорошей физической конденции находятся. И тут тоже сказываются, а их все-таки у нас, вся наша атакующая линия фактически все, это как раз эти игроки. Смогли, считаю, что и лучше играть, но хорошо, что вот три очка заработали. Всех с победой, теперь все, ребят, поздравил. Что делать, не каждая игра бывает, что получается, тем более очень много сил считают, что все и в Кирове, и в Казани отдали. Большое спасибо. Мне бы хотелось еще сказать именно о том, вот как раз о скопомбесе и Крылатском, о крытых катках, то есть еще раз убеждали, что за этими катками будущее, за крытыми катками. Здесь такие совершенно другие, то есть и, безусловно, свое мастерство шлифовать намного проще, чем вот, допустим, и вчера, или даже с удовольствием, полтора часа бы занимались здесь сегодня. Ну, видно, что в таких условиях играть намного интереснее, и я думаю, что мастерство приходит намного быстрее. Поэтому еще раз, ну, просто за то, чтобы катков было больше, и хоккей был интереснее. Так, на мне дополнительный вопрос есть. Какое ваше мнение о качестве льда? Были у игроков сегодня нарекания определенные? Как с вашей точки зрения, достаточно хороший лед в Крылатском сегодня был? Ну, вот после вчерашнего, сражения вчера мне присутствовал на тренировочном занятии, у нас приехала команда в вашей лиге, они здесь играли, говорят, немножко мяч дробился, потому что там, где конькобежцев, там, типа, чуть-чуть отпустили его. Ну, я не знаю эту информацию, я хочу сказать, по вчерашней тренировке и по сегодняшнему дробилке идеально. Ну, и я, можно добавлю, я так скажу, что сегодня немножко получилось, что подготовить до конца не успели работники лед. Перед нами буквально там, ну, до тренировки проводили фигуристы, они очень пятаки нарезали в середине, и как бы в этих местах было видно, что и игроки приехали, сказали, что там немного мяч скачет. Даже не смотрел, что лед готовили, но, как бы, не хватило времени до конца по-хорошему подготовить. Ну, в целом, лед, конечно, все равно тут хорошего качества. Ну, то, что сегодня скакал мяч, это было видно? Ну, там, говорю, вот фигуристы, где катаются в центре поля, там, есть такие, как раз перед райдерами, да, получают вот такие места, там, видно, что было сильно изредно. Ну, шесть раз раскакал наши ворота. Ваши ворота сегодня были выше всяких похвал. Большое спасибо. Большое спасибо.